Всем привет, друзья, с вами Маркович, и сегодня мы посмотрим на игру под названием Summer in Mara. Это приключенческая игра с элементами земледелия, ремесленничества и также изучением основ механики, в рамках которой нам с вами предстоит обустроить быт на нашем острове, и мы также будем исследовать клинические просторы на лодке. Пока что всего лишь пролог, пока что демо-версия, но вроде как вот 16 июня должна выйти целиком. Ну что ж, давайте начнем, звучит весьма интересно. Ну что ж, какой-то вот такой вот взрыв, кораблекрушение, и нас подобрала некая мадама, она, конечно, внизу стоит, но это мы уже слегка подросли, и, видимо, сейчас нас с вами ждет разговор с ней, давайте посмотрим. Ну, мы начинаем с такой вот крыши домика, короче говоря, крыши дома твоего, да? Яя много работает, но не подпускает меня никаким опасным вещам, а я куда-то спрыгнул, что ли? А, ну здесь это, собственно, дрова делать, понял. А вот та самая Яя, которая, видимо, нас спасла с вами, ну давайте поговорим. Ко, опять на крышу лазила? Нет, Яя. Да ты только что сползла и все видела. Можно, если у меня какая-то работа? На острове всегда есть чем заняться. Нужно собрать апельсины для сока на завтрак. Я уже слишком старая, чтобы их собирать. Апельсины? Понял, а сейчас принесу. Так, новое задание, собери три апельсина и сделай сок на завтрак. Окей. А вот интересно, что... Вот это вот Яя, но явно, мне кажется, не человек, да? Какая-то интересная особь. Ну что ж, у нас с вами здесь есть домик вот такой замечательный. Есть сундук, видимо, для которого нужен ключ какой-то. Этот сундук нужно чем-то открыть. Да, у нас, видимо, открывать его нечем. Есть домик, в котором мы, видимо, можем какие-то инструменты использовать, мастерскую, кухню и поспать. Ну поспать, видимо, я так понимаю, с сохранения. Обычно таких, как их бывает. Вот, но ладно, пока не до этого. Давайте собирать апельсины. Что у нас тут вообще есть? Да, вот наше задание, собственно. Мы с вами можем апельсинчики собрать. Так, хорошо, я понял, у нас с вами еще также есть какие-то расходники некие, овощи. Это наш рюкзак, которого у нас вроде бы нет, но, в общем, наш инвентарь. Понял. Ну погнали искать апельсинчики. А вот, видимо, они. Ну-ка. Так, ударили. Нифига там апельсины размером с мою голову примерно. Так, ну ладно, я вижу еще апельсины. Давайте их сейчас соберем. Здесь у нас есть... Ага, можно... Нифига, она топит. Хе-хе-хе. Вы посмотрите на это. Жесть. Можно так же... Ты что пищишь? Ой, его можно кормить. Ладно, я пока не буду ничего делать. Нам наверняка скажут сделать то, сделать это, как обычно. Мы с вами будем спешить. Так, еще один апельсин. Размером с шар для боулинга такой, знаете, приличный. И нужен еще один. Ага, вот здесь есть какой-то курятничек, цыплятничек. Теперь у нас там огород. Вот, кстати говоря, наш, видимо. Замечательно. Ну и мы с вами еще, я уверен, здесь все осмотрим внимательно. Так, давайте возьмем еще один апельсинчик. Ага, итого три есть. Все. Уверена, что если посадить шоколад, вырастет много шоколада. Да, это так работает. Ладно. Хе-хе-хе. Запомни кого. Пусть к любому сердцу лежит через вот этот правильный желудок. А теперь нужно вскопать новую грядку. Ладно, ты копай, я посмотрю. Ага, разбежалась. Ты уже большая, сама сможешь это сделать. Бери мотыгу из отдела. А потом посадишь морковь. Вот тебе семена. А теперь полей их водой из колодца. Потом, наверное, мыться придется. Ну, если запачкаешься, да. В смысле, если запачкаешься, прямо вон, почему мыться придется. Я всегда пачкаюсь. Ага, обмен, короче, отдали. О, новый рецепт. Плесиновый сок. Балдеж. Верить мотыгу и взаимодействовать с землей. Понял. Новый инструмент мотыга. Восемь мотыгу и вскопайте грядки. Понял, понял, понял. Хорошо, здесь нужно вскопать. Так, мотыга. Ага, еще молоточки, смотрите, такое ничего себе надо, чтобы строить. Но вообще, я так понимаю, здесь можно... Да, мы пока вниз не пойдем. Там будет пряжек у нас есть. Но можем вроде как везде здесь бегать. Лайникам, погнали копать грядки тогда по квестечку. Так. Пошло дело. Есть контакт. И выбираем. У нас есть лотук, кстати говоря. Нам нужна морковка. Давайте морковку посадим. Нифига себе. Грядочка такая вымахала сразу. Неплохо. Есть контакт. Набери воды из колодца, чтобы полить... Ой, какая курочка. Приветики. Из колодца. Колодец у нас с вами здесь находится. Да ты же сейчас расплыхаешь. Кто же так медр это носит? А, все? Она сама полилась, что ли? Какие же грядки красивые, когда их засеешь. Ну, там пока просто земля. Ну, ладно. Главное, что тебе нравится. Готово, бабуля. Хорошо. Теперь надо собрать дрова. Вот только я потерял топор. Придется сделать новый. А у меня получится? Конечно, почему же нет? В смысле, ты же не пускаешь меня делать всякие опасные дела. Ну, ладно. Найди камень и немного дерева. Класс, у меня будет собственный топор. То есть, мы все еще пользуемся камнями и деревом. Понял. Никакого современного инструментария, скажем так. Посмотрим. Вот тебе материал. Иди в дом и сделай топор в мастерской. А потом мы встретимся у старого дерева. Понял. Спасибо большое. Так. Новый рецепт. Топор. Новое задание сделать. Топор. Во. Ну, и, собственно, идем сейчас домой. Видимо, в мастерскую. В ту самую. Инструменты. Я так понимаю, мастерская нужна нам с вами, да? Доступных рецептов нет. В смысле, нету. Вот топор, пожалуйста. Чего, недоступный рецепт. Так. Топор, камень и дерево. На одно все есть. Пошло дело. Так. С таким топором надо быть поосторожнее. А. Я правильно сейчас понимаю, что мы сделали с камней и дерева железный топор? Или мне показалось? Он такой острый. Но будь аккуратнее с ним. Так. Вот смотрите. Вот топор. Он похож на каменный? Мне кажется, он все-таки желез... Или я хрен его знает. Может и каменный, кстати. Хе-хе-хе. Но выглядит как железно. Ладно, пойдемте отнесем. Вон там яйца стоит. А вот же есть огород. Зачем нам еще сажали? Вот морковь растет и, собственно, что ты пищишь? И капуста есть. И все на свете есть. Ладно, побежали. Давайте. Ускорение. Здрасте. О, свинюха. Привет, свинюха. И всех можно кормить. Блин, какая. Так, яйца. Смотри, какой топор вышел. Хорошо, теперь надо срубить вот это дерево. Ой, мне его жалко рубить. Мне тоже. Мне тоже, поэтому ты руби мелко. Но все, что мы забираем природой, нужно возвращать. Мы живем на островах Мары. В огромном океане, что окружает нас, бурлит жизнь. Если мы пользуемся природой, мы обязаны вернуть ей то, что взяли. Мы часть этого круговорота. Ко, все, что ты видишь вокруг, тебе не принадлежит. Все это Мара дает нам взаймы. Мне нравится. Ну что, руби дерево. Что надо сказать? Спасибо, дерево. Бери семечко. Когда срубишь дерево, посади новое где-нибудь на острове. Это честный обмен. Так, о, сосновая шишка. Сруби дерево топором, потом бери мотыгу и посади сосновую шишку. Вырастет новое дерево. Понял. Хорошо, так, а дайте, пожалуйста, можно? Спасибо. Рубить. Пошло дело. Давай еще наруем здесь все. Так. О, взять полежка. Это что такое? Взять. Какой-то янтарь, что ли, упал или что-то такое. Ну все, все. А, посадить типа надо, да? Так, мне нужно ватыгать. Охренеть, что ты за мной ходишь? Да не ходи. Сосновая шишка. Да, 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 да. А, о, нифига. Так, я понял. Охренеть, отвали, пожалуйста. Ты мешаешь немножко. Более плоско. Ну здесь, вот здесь можно посадить. Ну здесь растет дерево, давай. Ну где-нибудь. Ладно, если здесь, допустим. Во, 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 все, давайте здесь садить. Мне нравится. Так, все посажено. Потихонечку растет? Надеюсь, что да. И что теперь делать? А, я, я, все. Посадила. Надеюсь, дерево вырастет высоко-вусоко. Если будет хорошо, о нем заботится и вырастет до неба. В смысле, мне теперь за каждым деревом заботится? Ты чего? Каждый день буду плевать я ей. Нет, не будешь. Ну что, Ко? Хочешь выучить новый рецепт? Приготовим апельсиновое варенье. Рецепт очень простой. Ступай на кухню и готовь. Как же она эксплуатирует мелко. Новый рецепт апельсиновое варенье. Ну и хорошо, давайте попробуем. Так, а можно мимо тыкула почти без рук убрать? Погнали на кухню обратно. А у нас, подождите, а у нас апельсин-то есть вообще? Как еще мы готовить-то будем с вами? Я немножко не понял сейчас. Так, секунду. У нас только морковка одна есть, и все. Так, а ну не пищи. Морковь, кукуруза, овощи. То есть кукуруза к расходникам не относится, понял? Во, а, ну да, это смола. Это смола была. Носить удобрения, смола, камень, сахар, дерево, море, особое. Понято. Так, ну мы с вами можем что еще сделать? Можем пособирать, наверное, я думаю, нам нужно собрать в любом случае апельсинов, потому что из чего мы делать-то будем варенье, как бы. Так, вот эти, видимо, апельсиновые деревья. А, тут уже нет, нифига, я понял. Ой, колодец, смотрите, еще один здесь есть. Так, давайте, бам. И по башке нам падает апельсинка. Давайте еще соберем сразу побольше здесь, я думаю, побегаем, да? Заодно немножко посмотрим, что на острове творится вообще в целом. Ну так-то прикольно, кстати, красивенько довольно. А, ну здесь просто какой-то ответственный склон, я понял. Вон какое-то озеро красивое еще есть, смотрите-ка. А, ну там, видимо, рыба, а ведь, судя по всему, там какой-то поплавок вижу, кажется, и рыбешка плавает. Балдешь. О, пещера какая-то, смотри, что-то там интересно. Ага, здесь, видимо, минералы копаются, да, всякие? Ну да, ну да, разбить, разбить. Ладно, мы сюда, наверное, еще вернемся. Побежали делать варенье, я не знаю, сколько нам нужно, я... Так, давайте еще 10 соберем, короче, раз мы все равно близко проходим мимо, так сказать. При этого и дело, поэтому ничего бы не собираешь. Апельсинки-то пригодятся, я думаю. Надо будет еще глянуть, вообще, что там делает этот сок апельсиновый. Может быть, он типа там что-то восстанавливает, хотя нам вроде ничего не тратится пока. Вроде бегаем, бегаем, что-то и делаем, и все. Так, ну давайте, значит, что нам нужно? Нам нужна кухня, я так понимаю, да? Апельсиновое варенье. Ну да, погнали. Балдешь, цукатики. Какая вкуснотища, пусть я и попробую принесу ей немножко. В смысле немножко, давай целую банку приноси. Че немножко-то? Ты ж вон сделала. Я сделал. Так, давайте здесь тоже бежим апельсинку есть, заберем. Куда она делась? Извините. А, вон, аааа, смотрите, ну вот она, видимо, рыбача стоит. Ну да. Че, сейчас, ооо, балдешь, наконец-то дошли, от самого главного до рыбалки, конечно же. Я и попробую варенье. Ого, у нас ужин, а ужин рыба? Если клюнет, то да. Посмотрим. Научи тебя готовить вкусно рыбку. Слушай рецептку. Берешь краснохвостого сама, нарезаешь морковь. Ммм, а почему здесь не бывает пиратов? А потом добавляешь. Я, я, почему здесь не бывает пиратов? Чего? Ты меня вообще слушаешь? Их видно с горы, они вечно плавают где-то далеко, а к нам не заплывают. Может, потому что им здесь нечего делать? Островок-то крошечный. Ведь у нас есть источник, и двери, и Нио, и Нао. Наш остров такой красивый. Да, но мы не ради кого-то там еще о нем заботимся. А потому что заботиться об острове для нас важно. Я иногда покидаю остров, но всегда возвращаюсь. Потому что здесь ты и наш дом. И даже пока меня здесь нет, я постоянно думаю об острове. Наш дом отражения того, что мы думаем о самих себе. Себя нужно любить, так? Так. Хорошо. Про что мы с тобой говорили? Про ужин. Ага, ужин. А что я сказала? Я совсем старый уже, это память не та, да. Понимаю. Ну ладно, какая разница. Уже поздно кого-то, нужно заправить лодку топливом. А, рыбу ловить, подожди. Вон я вижу там что-то в ведре какая-то штука, червяк, типа. Или что-то такое. Наполни бак и принеси его на пристань. Будет сделано, тетя Хаку. О, старый бак. Балдеж. Новый рецепт с малиной буй. Ладно. Так, заданься. Возьми топливо из источника у двери хранителя и отнеси я и Хаку. Так, а Хаку это, типа, тоже часть ее имени, фамилии, там что-то вот это вот. Что нужно сделать? Куда вообще идти надо? А как мне посмотреть это можно? Так, явно не здесь. Так, возьми топливо из источника у двери хранителя и отнеси. И что? И где мне это сделать-то? Карты вроде никакой нету пока. Так, ну ладно, давайте что-нибудь поищем. Здесь у нас с вами точно никакой двери хранителя не было. Кстати, апельсинчик заберу пока. Я так понимаю, у них хрюк. Они довольно часто, видимо, вырастают, да? Так, тут точно ничего нету. Тут какая-то низина. Е-е-е, не упадем. Не упадем. Давайте посмотрим здесь. Здесь у нас есть проход в пещеру. Здесь у нас что-то такое? Во, что-то прикольно. Какое-то лобное место. Там пляж какой-то, видимо, не здесь. Так, ну, а, вот еще наверх можно подняться. Смотрите-ка. А вот там, во-во-во-во, что-то видел, что-то видел. Сейчас. Если хорошенько разбежаться, я буду на вершине мгновения ока. Ну давай разбежимся хорошенько. Прикольно, кстати говоря, здесь так вот. Острог вроде небольшой. Че-че-че-че-че-че-че-че-че-че-че? Взять. Опа, какие-то листики собираем. Растения. Грибочки можно собрать? А, вон там что-то, видите? И стрелочка там моргает как раз-таки. Видимо, туда мы с вами нужно пойти. Ну давайте уже до вершины доберемся, тогда посмотрим, что тут есть. А, еще одно лобное место. Ну красиво, красиво. Гонечек, видимо, нельзя зажечь. Нау и не очень разговорчивые, но хотя бы не ругают меня. А, да это они. Ну, приветик. А, вот с этой стороны нужно смотреть, понял. Ладно, но нам, видимо... А я здесь разобьюсь? Наверное, нет. Ну давайте, прямо... Ой-ой-ой, шорткатик. Найс. Так, а что такое у нас? Позаботься о двери. Не трогай дверь. Бла-бла-бла, дверь. Ясно, ладно. Так, вот это, видимо, тот самый источник. Взять. Старый бак. Полный бак. Ага, все, понял. Непонятно, что это за источник такой, который сверху стекает откуда-то. И в такую ракушку сливает. Понял. Ну, видимо, какое-то топливо для лодок. А теперь мы с вами, видимо, пройдем вот здесь, по этой пещере. Ой-ой-ой, головой ударился. Я ей, говорит, в этой пещере раньше жили летучие мыши. Но теперь их не осталось. Ну, теперь здесь много камней и минералов всяких разных, которые нам пригодятся, видимо. Так, а что нам нужно сделать? Вон лодка стоит, заправить лодку, видимо, да? Ну, погнали. Сейчас будем заправлять. Да, строка, правда, слушайте, небольшой совсем. Ну, возможно, потом, когда мы будем бороздить на лодке что-нибудь. О, ты уже здесь. Счастливого пути я. А, она отчаливает. Помнишь, о чем я тебя попросила? О чем? Привезешь мне шоколада. Если хочешь, я сплаваю за ним сама, а ты оставайся дома. Через пару лет, может быть, возьму тебя с собой в город. В море очень опасно. Одной тебе плавать не стоит. А как же ты? А, вообще, знаешь, не очень-то и хотелось. Плыви одна. О, нифига себе. Затарахтел это. Пока, я-я, пока. Пока. И что нам теперь делать? Сделаю я ей сюрприз. Приготовлю ужин. Попробую тот рецепт вкуснорыбки. Так, сначала нужно поймать... Пойти на пруд и поймать краснохвостого сама. Я ей забрала удочку. Сделаю новую в мастерской. Надо только найти материалы. Да, найс удочка, кстати. Просто палка-веревка. Новый рецепт для инструмента. Деревянная удочка. Сделай удочку в мастерской у себя дома и поймай сама. Окей. Так, ну, погнали. А я плавать могу? О, так я и плавать могу. Слушайте, прикольно. Только, видимо, никак не нырнуть. Ну, ладно. Там какие-то крабики ползают. Погнали, посмотрим, может, что мы с ними можно сделать. Здрасте, мистер краб. Кормить. Что-то такое, ракушки какие-то есть? Что-то непонятная фигня какую-то. Но мы не можем пока кормить. Вот там что-то есть, я вижу. Погнали, посмотрим. Там какая-то бочка. Может быть, в ней что-то есть? Давайте разберемся. Что-то нашли. Смотрите, что это? А, ракушка. Забираю, конечно, пригодится. Так. Опа. Сломать можно. Консервная банка? Неплохо, кстати говоря. Так, давай пошустрее. Сейчас немножко побегаем по пляжу тогда с вами. Давайте посмотрим, что здесь есть вокруг валяется. Что-нибудь интересненькое наверняка. Вот там еще крабики. Так, крабик. Крабик, крабик, крабик. А, еще одно рыбное место. Что такое у тебя здесь? Возьму, спасибо. Еще одно рыбное место, видимо, да? Ой, кальмары какие-то. Какие-то кальмары. Как это называется? Сминоги. Порыбачить. Не, пока здесь не буду рыбачить. Но прикольно, что можно. Так, еще ракушка. Воу. Давайте заберем. Балдеж. Что-то нашел. Маленькие месторождения. Забираем. А, а, понял. Понял, вот так вот. На камушке. Только камни и все. А где там всякая руда какая-нибудь, нет? Только одни камни, реально? А, так они здесь везде. Смотрите, по всему пляжу буквально есть. Можно собирать. Блин, кайф. Так, давайте, давайте, немножко побегаем, пособираем тогда все это добра. Потом пойдем крафтить. Нам, я думаю, все пригодится. Камень как раз таки. Не зря мы собираем. Вот, что, бочку можно подобрать? Так. Ой, семена упали какие-то морковные, кажись, да? Так, вот здесь тоже два месторождения. Блин, я, честно говоря, думал, что это будут типа... А, во-во-во, упало что-то. Что-то... Да-да-да-да-да-да-да. Все-таки упало. Найс. Во, руда пошла, смотрите. Во-во-во-во. Все-таки есть. Все-таки она есть. Давайте-ка попробуем срубить дерево еще одно, вот сосну, например, да? Так, у меня топор-то есть. Ну-ка. Давай-давай-давай-давай-давай, фигач. Изо всех своих сил. Так. Взять-взять-взять-взять. И сразу посадим, наверное, я думаю, да? Как там надо было сажать-то? Мотыга, посадить. Не-не-не, не апельсин. Не апельсин. У меня же есть. Подождите, у меня же есть. Семечко я же подобрал, нет? Ну и ладно, не очень-то и хотелось. Ну ладно, погнали тогда домой. Слушайте, а может быть урожай собрать? Чего он тут, мне кажется, собранный? Посе... В смысле посеять? Вот же собранный урожай. Так, я проверяю. Сеем. Но она же... А, вот, собрал все-таки. Отлично. Давайте морковку соберем. Сейчас она готова. Ну, как бы, а что она будет здесь стоять, да? А потом нам наверняка квест будет. Типа, соберите морковку. Мы такие, типа, вопс. Кажется, придется опять сажать. Но мы здесь с вами посадили. Но она пока непонятно растет или нет. Мне кажется, это дни написано. Четыре дня или чем-то типа того. Возможно. А может быть и нет, фиг его знает. Но проверим. Так, ладно. Мы, короче, около дома. Нам нужно сделать удочку. Так, нам нужен смоленой буй. Подождите. А, вот, смоленой буй. Смола и... А, господи, это поплавок. Боже мой, смоленой буй. Я и думаю, типа, че? Поплавок. Ну, давайте. Делаем. Все, есть. Сделали. Вот, теперь удочку можем сделать балдеж. Делаем удочку. Удочка готова. Теперь пора на пруд порыбачим. Так, что там было в рецепте? Рыба, морковка. Ммм, остальное я прослушала. Ну и ладно, буду готовить из того, что есть. Новый рецепт. Вкусно рыбка с вопросом. Я вот тоже не уверен, вкусно рыбка ли это. Так, ладно. Давайте, погнали. Побежали к озеру, получается. Сейчас будем рыбачить. Кажется, вечереет. Да немножко как-то потемнело вроде бы. Маленечко. Ну, сейчас с вами попробуем. У нас удочка есть? Ну, видимо, она, наверное, как-то автоматически будет здесь. Так, смотрите, взять. Что там взять? Взять. Что-то наживка какая-то, видимо. Во, плюс червяк. Смотрите, плюс три червяка. Балдеж. Порыбачить. Так. Ааа, как рыбачить-то? Что делать-то? Ааа, я нажимаю просто. Ааа, я кажется, понял. Типа есть время, и нужно попасть вот в этот вот зелененький. Ага, ага. Вроде понял. Вроде понял. Не понял, что нам с Игриком нужно было, но мы поймали. Так, сом есть у нас. Один. Все, нам хватит. А можно еще порыбачить? Давайте еще порыбачим. Мне прям хочется попробовать. Порыбачить. Вот что за, что за буква Б? Мусор поймали? Эээ, не честно. А можно еще раз? Порыбачить. Опять мусор. Да в смысле? А дайте мне мусор-то, пожалуйста. Можно еще порыбачить? Ааа, все, понял, понял, понял. Так, пошло дело. Так, 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 давай, 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 давай. Угу. Даже можно, кажется, зажимать. Вот я зажимаю, и она вроде бы это самое. А, обратно, обратно, обратно. Ааа, нифига, можно двигать. Я пух, все. Эту самую еще зеленую штуку можно двигать. Вот оно что. Вот оно что. Понятно. Все, ну ладно, у нас две рыбки есть. Я думаю, нам хватит, погнали готовить тогда. Не, довольно интересно, кстати, вот так. Хотя бы какая-то мини-игра на рыбалке есть, уже прикольненько. Так, сейчас чем-нибудь мы с вами сварганим. Нам нужна кухня, получается. И вкусно рыбка. Да-да-да, у нас есть две морковки, у нас есть рыбка, все есть. Готовим. Выглядит так себе. Главное, чтобы было съедобно. Вот, согласен. О, нет. По такой темноте Яя ни за что не найдет дорогу домой. Надо зажечь огонь на вершине горы, чтобы она знала, куда плыть. Нужно сделать факел. Проще простого. Яя меня научила их мастерить для начала. Соберем немного дерева. У меня есть дерево. Новый рецепт не инструмента. Факел. Окей. Окей. У меня есть дерево. Давай сразу сделаем. Так, инструменты. Факел. Одно дерево всего лишь нужно, балдеж. Делаем. Так, готово. Факел готов. Надо с ним поосторожнее. Огонь опасная штука. Ой, темнеет. Пора зажечь огонь на горе. Хорошо, что я не забыла. Какая же это ответственная коа? Правильно, сам себя не подхвалишь. Никто не похвалит. Ну, погнали. Так, а у меня факел-то... Да и факела нет, да гаддэм. Ну, ладно. Но, в принципе, вокруг нас немножко, смотрите, вроде бы это самое, как бы, освещение есть. О, они все спят. Они все спят. Ну, что ж. Вперед на вершину горы. И теперь будем зажигать свет, чтобы я могла добраться до дома, видимо. Ну, что ж, мы почти на месте. Давайте заберемся. А, ну, скорее всего, вот это нужно зажечь, да, я так понимаю? Эм, нет. А где зажигать тогда? Что зажигать-то? А, во. Надеюсь, отсюда я увижу много красивых лодок. Эм, окей. Зажигать-то будем? Типа зажечь. Может, нужно взять все-таки тогда... Давайте искать, где он может быть. Да нет, нифига. Эу, а где мой факел-то? Я могу здесь посидеть. Ну, давайте сядем. Ага, сидим. Но нет, мне уже нужен огонь. Так, короче, я пошел домой. Погнали-ка домой еще раз. Может быть... Вот здесь можно зажечь? Включить. А, во. Ну, тут... Ну, это же не то. Это же просто факел. Это не вершина горы. Нам нужны вершины. Так. Факел написан. Ну, что, факел забираем? А, во. Все, уф. А я думал... Я не понял. Он горит, типа? Он сейчас потухнет, что ли? Нам нужно... А, нифига. Нам прям нужно быстро-быстро бежать. Успевать за это время. А я могу, типа, вот здесь? Нет, вот это его не спасает. Это его не спасает. Нам нужно быстрее. Я понял. Нам нужно добежать, короче. Успеть, видимо. Я успел. Фух. В последнюю секундочку. Отсюда я запросто увижу, где я я. Как я рада, что она вернулась. А, уже вернулась. Да, невредимый. Надеюсь, она не забыла про шоколад. Так, я-я-я, я иду за шоколадкой. Бежим, давай. Да-да-да, прыгай. Да ты же прыгать умеешь. Во. Все, побежали. Прям-прям вот так вот. Прям вот так. Нифига что она прыгает на 10 примерно метров в высоту, мне кажется. Так, ну что там яя? Что она привезла? Давай рассказывай. Гостинцы, надеюсь, какие-нибудь. Вкусные. Яя, ты привезла мне шоколад? Забыла. Ох, яя. Если бы я знал, ты не стала бы готовить ужин. Ты приготовила ужин? Да, сделала рыбу по твоему любимому рецепту. Получилось не очень, вдохновения не хватило. Или шоколада. Ничего страшного. Прости, яя. Ничего кого. Первый блинком бывает. Таланты нужно воспитывать, самое важное практиковаться. И не бояться ошибок. Приготовишь еще один ужин завтра, и послезавтра, и послепослезавтра, и всегда. И когда-нибудь да получится. От ошибок убегать не стоит. В следующий раз выйдет лучше. Вот и весь секрет. Подойди к двери хранителя. Зачем? Хочу тебе кое-что рассказать. Но сначала принеси мне кристаллиду из сундука. Вот ключ. Из твоего сундука? Да. Но мне же нельзя туда заглядывать. Сегодня особенный день. Встретимся у двери. Опа. Так. Хорошо, спасибо. Плюс ключик. Ну, пойдемте посмотрим. Что там такое у нее? В сундучке-то припрятано, а? Небось, всякие штуки интересные. Ну, сейчас мы возьмем одну из них, видимо. Так. Ага, вот и кристаллида. В этом сундуке полно моих упрекушек. Куча писем и бумаг. Как он ничего не выбрасывает, но сокровищ тут нету. Принесу я ее кристаллиду. Так. Ух ты. Кристаллида-коралл. Угу. О, понял. Понял, побежали. Побежали. Я так понимаю, это нам нужно туда, вот к этой двери эти, где мы с вами уже были. Ча, подойдем, посмотрим. Ага, вот и она стоит тусуется там. Ну, давайте поговорим с ней. Здрасте. Опа, стоп, секунду. Это я, пожалуй, себе заберу. Ну что, Яя, вот и твоя эта хреновина. О чем ты хотела мне рассказать, Яя? Помнишь историю о хранителях? Да. Они защищали море и дверь. Верно. Когда возникла угроза, они встречались здесь и открывали дверь четырьмя кристаллидами. Дверь когда-нибудь откроется? Только если море грозит настоящая опасность, она откроется, если собрать здесь все четыре кристаллиды, как будто четыре ключа. Вот бы увидеть, что там. Еще не время. Куда делить хранители? Они пропали, постепенно. Мало кто по-настоящему понимал их труд. Как грустно. Мне кажется, наш мир вертится благодаря товарищам, которые работают сообща. Видишь спираль на двери? Кажется, что точки отдельны друг от друга. Но на самом деле их соединяет спираль. Ветер мары. И правда. Например, когда ты о чем-то просишь, я помогаю. Да. Хоть ты и ворщишь все время. Ой, лучше бы я сидела без дела. Тебе разве не нравится лежать на траве? Конечно, это кому угодно по душе. Но ответственность важнее. Если убрать одну точку, все развалятся. Ко, ты должна помогать другим всегда. Как? Принести им то, что им нужно. Или посадить семечко. Любое твое действие, даже совсем небольшое, приносит другим пользу. Мы всем должны помогать? Даже злым? Даже злым нужна помощь, если они в беде. Но есть и по-настоящему злые создания. И как отличить одних от других? Поймешь по глазам. Позови их пообедать. Ты все время, так говоришь, я путь к сердцу лежит через желудок. Так и есть, Ко, не забывай. Пора спать. Уже пора? Как же быстро прошел день. А, это все, что ты мне хотел рассказать? Спокойной ночи, маленькая хранительница. Эм, ладно. О, я думал, что-то будет еще. Правляйся домой и ложись спать. Ну, мам, я еще не хочу, еще рано. Так, вот это я тоже заберу, пожалуй. Нужна мотыга получше. Да, в смысле, начиная сайт, что не подходит, что ли? Ну, свери. Нужна мотыга получше. Понял, ладно, все, иду спать тогда. Ну что ж, вот так вот прошел первый день у нас на острове Мары. Давайте мы пойдем в наш спальный мешок, видимо, судя по всему. И поспим. Опачки. Похоже, как будто бы, знаете, демка на этом и заканчивается. Но мы сейчас с вами узнаем. Точно ли это так? Но, видимо, ожидается много всего интересного. Summer in Mara Что ж, друзья, видимо, да, видимо, это весь пролог, который мы с вами прошли вот так вот. Я, честно говоря, думал, немножко будет подольше, но, тем не менее, ложились мы с вами довольно быстренько. Ну что ж, вот такая вот затравочка довольно интересная. Я бы в такое, честно говоря, поиграл. Я вообще, в принципе, люблю такие вот игры такого подобного рода, да, где надо бегать, исследовать, крафтить, собирать что-то. Ну, я думаю, вы сами прекрасно знаете об этом. Ну что, друзья, будем ждать тогда. Будем ждать, когда выйдет полная версия и погружаться в данный мир. Ну, а на сегодня мы с вами закончим. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте комментировать, нажимать на колокольчики. Увидимся. Всем пока-пока.